Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, вашему вниманию предлагается проект заявления Государственной Думы о задержании российских журналистов на Украине. Вы знаете, что 18 мая 2014 года украинскими военными были задержаны журналисты телевизионного канала Life News Марат Сайченко и Олег Сидякин. Нарушение закона в отношении представителей средств массовой информации, увы, становится традицией нынешнего киевского режима, который лицемерно декларирует свою приверженность принципам демократии, неотъемлемой частью которой являются свободные средства массовой информации. Однако мы видим, что эти принципы киевским режимом не соблюдаются. Чтобы не быть голословным, перечислю, какие нарушения этого принципа были совершены киевским режимом только с начала марта. 6 марта в аэропорту Донецка было отказано во въезде на территорию Украины в съемочной группе ВГТРК. 7 марта из аэропорта Донецка была депортирована съемочная группа канала ТВ-Центр. 7 апреля погранслужба Украины запретила въезд двух журналистов русскоязычной версии журнала Forbes. Журналистов ссадили с поезда Москва-Днепропетровск. В тот же день, 8 апреля, был задержан украинскими пограничниками в аэропорту Донецка обозреватель телеканала «Звезда». В тот же день, 8 апреля, корреспонденту РИА Новости было отказано во въезде на территорию Украины. Также в апреле корреспондент сетевого издания «Сегодня.ру» был похищен людьми в масках в центре Донецка. От него похитители, которые представились сотрудниками службы безопасности Украины, требовали подписать документы о том, что он готов работать на СБУ в качестве агента в Москве. В 20-х числах апреля спецкорреспондента ВГТРК украинские пограничники отказались пропускать через границу. Также в апреле съемочную группу телеканала «Россия-24» без объяснения причин задержали неподалеку от города Изюм, где в тот момент власти Украины проводили спецоперацию. 24 апреля в Днепропетровской области был задержан сотрудник первой продюсерской компании, которая производит съемки для телекомпании НТВ и так далее, и так далее, и так далее. То есть нарушений, право на выражение мнений, право на осуществление журналистами своей профессиональной деятельности, нарушения в области свободы СМИ мы видим повсеместные и постоянные. Это противоречит всем международным документам, всеобщей декларации прав человека, статья 19, конвенции о защите прав человека и основных свобод 50-го года, статья 10, международному пакту о гражданских и политических правах, статья 19, и уставным положением конвенции, на которой базируется Совет Европы, членом которого является Украина. Надо сказать, что в данном случае задержание, правда, имеет одну особенность. Сотрудники Life News, которые были задержаны, находятся в Киеве, где им фактически предъявляется обвинение о содействии терроризму. Во всяком случае, с таким заявлением выступила заместительница секретаря Совета безопасности и обороны Украины. Якобы в их багажнике, их автомобиле, был найден переносной зенитно-ракетный комплекс. Грубость вот этой провокации бросается в глаза. И совершенно очевидно, что мы имеем дело с совершенно продуманной акцией со стороны украинских властей. Доверять заявлениям, которые раздаются из Киева, совершенно невозможно. Дело в том, что мы с вами это наблюдаем в последнее время, весь киевский режим выстроен на лжи. Лжи насчет снайперов на Майдане, лжи насчет вертолетов с символикой Организации Объединенных Наций. Вы помните, что Киев отрицал у него наличие таких вертолетов. Лжи насчет событий в Мариуполе, лжи насчет авторов массового сожжения в Одессе, лжи насчет гибели активиста правого сектора «Музычка». И этот список бесконечен. Почему же мы сейчас должны верить тем обвинениям, которые выдвигаются со стороны киевских властей в адрес российских журналистов? Мы убеждены в том, что это очередная грубая ложь. Запрещая российским журналистам въезд на территорию страны и регулярно задерживая тех, кто работает на месте событий, киевский режим не только пытается скрыть правду о происходящем, он пытается скрыть также свой первородный грех. А первородный грех нынешнего киевского режима – это незаконный захват власти, это его собственная нелегитимность, в силу чего киевскую власть не признает большая часть населения страны. Я думаю, что это также акт мести со стороны властей Украины, мести за правду, потому что именно эти журналисты снимали вертолеты с символикой ООН, наличие которых у Украины отрицают представители официального Киева. После этого было дано задание их найти и задержать, что и было сделано. При этом нынешние киевские власти даже не делают вид, что они пытаются придерживаться международно признанных норм и правил, в том числе документов, подписанных и признанных самой Украиной. И чем дальше, тем больше мы видим эту практику. Киевские власти фактически не признают и не выполняют так называемую дорожную карту ОБСЕ, которая недавно была согласована, выдвинута как единый документ, на базе которого можно двигаться к урегулированию ситуации, и которая, по общему мнению, только и может привести к стабилизации на Украине. Вместо этого руководство киевского режима выдвинуло свою собственную дорожную карту, о чем нам сообщил господин Яценюк, и утверждает, что будет придерживаться именно ее. В чем состоит дорожная карта киевских властей? Это уже совершенно хорошо понятно. Это линия не на переговоры, а на силовое подавление. Это линия на тупое, бессмысленное использование вооруженных сил и тяжелых вооружений против гражданского населения. Это постоянные обстрелы Славянска, которые сейчас являются в 21 веке единственным местом в Европе, где люди, дети, пожилые люди вынуждены укрываться в подвалах от постоянных обстрелов со стороны киевских военных. Это постоянные угрозы в адрес мирного населения. Это зачисление в террористы всех тех, кто осмеливается заявлять о своих правах и не признавать самопозглашенную киевскую власть. Задержание российских журналистов – это еще одно звено в этой бесконечной цепи лжи и преступлений. Причем делается это при откровенном попустительстве, чтобы не сказать поддержке со стороны администрации Соединенных Штатов, которая намеренно игнорирует все те зверства, все те нарушения прав человека и нарушения прав журналиста, которые совершает нынешняя киевская власть. Администрация США нарушает свои собственные принципы, которые она много раз декларировала. Причем в других случаях США объявляют для себя эти принципы и нормы чуть ли не святыми и абсолютно непреложными. Однако в случае с Украиной на администрацию Обамы почему-то обрушивается полная политическая и моральная слепота. В проекте заявления Государственной Думы выражается отношение к провокации со стороны украинских властей. Содержится требование немедленно освободить журналистов и наказать виновных в нарушении их права на выполнение своих профессиональных обязанностей. Выражается поддержка тем усилиям, которые предпринимает МИД России по освобождению заложников. Говорится также о том, что Государственная Дума призывает высказаться и парламентскую ассамблею Совета Европы. К сожалению, в последнее время со стороны ПАСЭ мы не слышим вообще никакой внятной позиции. Даже по событиям в Одессе президентский комитет ПАСЭ, который собирался в Люксембурге 12-13 мая, ограничивался лишь призывом к тщательному расследованию. Но мне кажется, что и руководство ПАСЭ пошло по абсолютно порочному пути, когда закрываются глаза на всё то, что делается киевским режимом, отчего этот режим наглеет и позволяет себе всё чаще и чаще нарушать международные нормы. Соответственно, в проекте заявления говорится, что правозащитная деятельность ПАСЭ в свете событий на Украине вызывает всё большее разочарование и сомнение в искренности провозглашаемых ею ценностей. В проекте депутаты Государственной Думы требуют немедленного освобождения Марата Савченко и Олега Сидякина и подчеркивают, что виновные в нарушении прав российских журналистов могут быть уверены. Их действия не останутся без ответа. Спасибо. Спасибо.